Красноярск в составе делегации Федерации хоккея с мячом посетил спортсмен и политик Николай Валуев. Гости посетили стадион Енисей и поболели за хоккеистов. Там же была и моя коллега Мария Терехина. Она выяснила, что красноярским болельщикам осталось еще недолго мерзнуть на играх. Можешь анонсировать активы, потому что солнце оттуда. Вон оттуда, оттуда, оттуда. Клюшки в сторону. Сегодня стадион Енисей напоминает место для фотосессий. Все хотят сделать снимок с боксером-гигантом. В легкой курточке и в кроссовках Николай Валуев прилетел в Красноярск в 30-ти градусный мороз. Здесь же представители Федерации хоккея с мячом. Посмеялись, пошутили и за стол переговоров. На повестке дня реконструкция стадиона Енисей. В 2019 году здесь в рамках Всемирной зимней универсиады будут проходить соревнования по хоккею с мячом. В конце декабря объявлен конкурс на проект изыскательские работы. В начале февраля мы подведем итоги. Будет объявлен подрядчик на реконструкцию. И в нашем техническом задании полгода будет идти сам проект. Мы надеемся и рассчитываем, что в октябре месяце мы приступим уже к самой реконструкции. Планируется построить крытую ледовую арену на 5000 зрителей. Причем по задумке она будет крытой. Так что зрителям не придется мерзнуть. Сами работы оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Услуги проектировщика 85 миллионов рублей. А пока будет идти ремонт, все матчи и тренировки перенесут на стадион «Локомотив». Все здорово делать. Какие рекомендации, по-моему. Только благодаря тому, что у вас клуб так развивается активно, наверное, прогрессирует. Поэтому и универсиада, вот видите, поддержана. Чтобы здесь был наш вид спорта, о чем мы сегодня говорили. Сам Николай Валуев не сомневается. Красноярцам удастся провести зимнюю универсиаду на высоком уровне. Один этот стадион чего стоит. Уже в конце 2018 года он будет напоминать стадионы в Швеции. Они выстроены не вот так, трибуны, а они немножко как бы получаются в форме такой тубы, поднимающейся вверх. Тогда каждый болельщик, он не удаляется, а он непосредственно наблюдает, что происходит там, на льду. Во время своего визита политик-спортсмен посетил матч за Суперкубок России по хоккею с мячом. Енисей в очередной раз подтвердил свой класс. Соперников из Иркутска, хоккейный клуб «Байкал Энергия» они разгромили со счетом 8-3.